Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка. И сегодня я познакомлю вас с моими фаворитами за апрель. Апрель был очень урожайным на новинки, на всякие замечательные офигенчики. Но начну я, наверное, с самого актуального. И это, конечно же, санскрины. Корейцы считают санскрины, наверное, одной из самых важных составляющих ухода за кожей. Притом не напрасно. И потом опускают средства для защиты от солнца просто в промышленных каких-то количествах. Конкуренция огромная. Одно средство интереснее другого, одно средство удобнее другого. И давайте начнем... Давайте начнем... Глаза разбежались. Вот с этого набора. Это корейский люкс и бренд Ахви. Один из самых моих любимых брендов. В наборе лежит нечто потрясающее. Здесь пенка для умывания из знаменитой линии стюардесс. Это линия, которая при воздушных текстурах, исчезающих в коже, имеет убойные антивозрастные эффекты. И называется линией стюардесс не только за то, что она создавалась совместно и рекламировалась совместно с авиалиниями. Нет. Она еще и очень комфортная. И вот таким драгоценным, бесценным грузом, который мы сейчас будем доставать, но не из широких штанин, а из корейской коробки, вот такой санскрин. Это санскрин-стик. Я не думаю, что моих зрительниц постоянных и зрителей тоже можно удивить какими-то стиками. Я думаю, что вы насмотрелись на стики на моем канале, потому что они недавно вошли в моду в Корее, в промышленных количествах, но этот стик не совсем обычный. Дело в том, что этот санскрин-стик и смахивает он вот на такое вкусное желе. Когда я впервые распаковала и увидела это средство, я думаю, что меня, как и любую другую интеллигентную бабушку, посетило желание накинуться на него и его сожрать. Нечто совершенно вкусняшное и, кажется, вот так вот потрогаешь желе, начнет дрожать. Не тут то было. Это твердый стик. Просто он напоминает желе. Но дело здесь в том, что этот санскрин, при том, что его совершенно не видно на коже, от слова вообще, он ее слегка матирует, сдерживает наплыв сибума в течение дня. Им очень удобно обновлять солнцезащиту и он отлично кожу от солнца защищает. Это я уже дело протестировала. Уходовые ингредиенты, антивозрастные ингредиенты. Если хочется сесть и начать желать еще чего-то, что можно сюда добавить, ну я уже не знаю, тут уже моего, скажем так, воображения не хватает. Нужно что-то более изощренное. Средство не производит самоотстрела рубки в сумочке. Магнитик замечательно все это держит. И в течение дня достаем и красиво, антивозрастно обновляем солнцезащиту. Самые мои теплые рекомендации, средства потрясающие. Следующий санскрин, это снова корейский люксовый бренд, на этот раз, The History of Wolf. И он абсолютно другой. Меня, знаете, часто девушки спрашивают, Инна Валерьевна, а какой порекомендуете из этих двух санскринов? Вот какой мне лучше санскрин? Меня страшно умиляют такие вопросы, потому что сидит человек за тысячу километров от тебя, которого ты в глаза не видел, и вот он хочет, чтобы ты за него решил, какой ему лучше санскрин. И это при всем том, что все эти санскрины, которые я тут верчу, кручу в руках, они все абсолютно разные. И это совершенно уже другой санскрин. Здесь вот в этой красивой, восточной шкатулке живет и процветает спонжик. Мягчайшее существо, потрясающей мягкости, что-то бархатисто-велюровое, вельветовое. Это удовольствие для кожи. И здесь находится пудра. Не обычная пушистая рассыпчатая пудра и даже не компактная пудра, а смесь пудры с тональной основой. Вот это что-то ближе к пудре наносится вот таким образом в течение дня на лицо, пожалуйста, поверх макияжа, только освежит. И является одновременно антивозрастным средством, декоративной косметикой, потому что это полноценная пудра. И даже с примесью тональной основы она слегка тонирует, чуть-чуть. В то же время подстраивается под тон кожи. То есть каких-то оранжевых полос на лице от нее можете не ждать, равно как и белых. И вот это вот все еще имеет защиту от солнца. Что-то совершенно потрясающее с волшебным ароматом. Кстати, заметила, что корейцы перестали, по крайней мере люксовые корейцы, прекратили свое знаменитое безобразие в санскрины запихивать сильные отдушки. Кто-то добрый, видимо, подсказал, написал, и кто-то не менее добрый решил, что в санскринах вот такого благоухания не нужно. Они, извиняюсь, находятся на коже, которая находится на солнце. Все запахи на солнце усиливаются. И очень нравится мне в этих санскринах именно то, что когда я их наношу, люди потом от меня не отсаживаются нигде. Ну, может, кто-то отсаживается, но тоже виной не санскрины, а мой скверный старушачий характер. Еще пару слов скажу об этом санскрине. Те, кто боятся, что он не гигиеничный, это дело извлекается и моется. И в комплекте имеется еще и запасной блок. И еще один небольшой нюанс. Когда мы закрываем это средство, вот этот щелк надо услышать. В противном случае, если крышка не щелкнула, она пружинит. И все это дело будет у вас оставаться в руках в открытом виде. После вот такого щелка ничего не высыпается в сумке, не открывается. Все отлично работает. Следующий фаворит месяца, безоговорочный. И я думаю, что это кандидат и фавориты года. Посмотрим, как пойдет. Это массажер. Массажер, как я говорю из категории, проще некуда. Здесь вот такой шар. И когда мы полностью разбираем конструкцию, у нас две чашки и шарик. Плюс металлическая прокладка-держалка. Чем же этот массажер меня так пленил? Самое главное, это единственный массажер, который находит на моем лице зажатые болевые точки. За счет вот такого свободного вращения, он крутится на коже абсолютно как угодно. И безошибочно попадает, так как он попадает абсолютно по всему, где бы он ни был, он попадает и на болевые точки, на зажимы. Почему это важно? Когда мы с вами массируем эти болевые точки, эти зажимы, у нас расслабляются мимические морщинки. Важнее уже просто некуда. Следующий момент. Великолепно работает по тканевым маскам. Я настаиваю, что на тканевой маске можно и нужно делать массаж. И корейцы недавно еще и подтвердили мою теорию, выпустив специальное средство с массажером для определенных масок. Но о нем мы с вами будем разговаривать в одном из следующих видео. Кроме того, этот массажер можно положить на пол и разминать с его помощью стопы. Для тех, кто работает за компьютером, это потрясающе удобно. Можно массировать голени. У кого тяжелые ножки к концу дня становятся. Такой знакомый очень многим возрастным девушкам синдром тяжелых ног. Такой холодненький, приятный металлический шарик отлично работает. Его можно охлаждать, но в этом нет никакой необходимости. Потому что металл, металлическая поверхность, она сама по себе обычно дарит прохладу. Девушки часто спрашивают, боятся, что можно ли использовать, если купероз. И я считаю, что для этого существует уже не бьюти-блогер, для этого существует косметолог. Потому что ни один бьюти-блогер, у которого в голове не творожок, а мозги, не скажет вам, ой, покупай, бери, бери, массажер, там купероз у тебя не купероз, давай, родная. Ты главное купи, а там жизнь покажет. Нет, я понятия не имею, какие конкретно массажеры подойдут именно для вашей кожи. Поэтому таких советов давать опасаюсь. Но для проблемной кожи, например, для чувствительной, для легко раздражаемой, этот массажер производитель рекомендует. Кроме того, плечи, затылок великолепно, все это расслабляет. Массажер легко разбирается, моется. Поэтому можно использовать смело, катать по полу, можно делать с ним абсолютно все, что угодно. Это все моется с мылом и выдерживает температуру до 100 градусов. То есть самые-пресамые Шелдон и Куперы могут обдать все это дело еще и кипятком. Уникальный массажер. Могу только его рекомендовать. Следующее средство – это крем с коллагеном от известного, уже ставшего известным косметистического бренда, который мне очень тоже нравится. И в этом креме прекрасно все. И лицо, и одежда, и мысли. Это нечто абсолютно нежное, воздушное. Это суфле, которое тоже хочется сожрать, но тоже жрать не стоит. Этот розовый мусс имеет еще и аромат болгарской розы. Тонкий-тонкий, свежий и начисто лишенный химозности. Нежный на вид, девичья упаковочка и абсолютно убойный состав. Мощный комплекс пептидов, низкомолекулярный коллаген, растительные экстракты и очень много других замечательных антивозрастных ингредиентов. Этот крем является самым настоящим спасением для девушек с жирной кожей, для девушек из жарких стран, в том случае, если их кожу нужно еще и омолаживать. Я это средство использую не просто так, я просто так, наверное, вообще ничего не использую, а вот с такой родной гидрогелевой маской. В чем здесь дело? Практически такой же сильный состав, и эта гидрогелевая маска от соприкосновения с теплой кожей тает и отдает нам сыворотку. Могучую, хорошую антивозрастную сыворотку. Плюс она плотно прилегает к лицу, и сыворотка заполняет собой, буквально растворяется в коже, каждую пору, каждую морщинку и каждый залом. Когда я наношу такую великолепную сыворотку, ее идеально закрыть родным кремом. Тот же состав, они дружат, они не поссорятся, они великолепно дополняют одно другое. И кроме того, что этот крем сам по себе хорош в любой уходовой рутине, он еще и великолепен в этом ритуале красоты. И если мне нужно сделать макияж, если мне где-то нужно выглядеть, если мне просто хочется, если я вижу, что у меня кожа немножечко, что-то она становится какой-то обезвоженной, теряет упругость. Этот ритуал красоты про упругость, эластичность и тотальное увлажнение кожи. Очень мне нравится, сейчас где-то разок в неделю стараюсь сделать, но это что-то потрясающее. Следующее средство, традиционная рубрика набор месяца. В этом месяце это не набор, а наборчик. Но малый золотник, да дорог, гласит народная пословица, народная мудрость, и она снова права. В этом наборе корейский люксовый бренд Сум-37 собрал свои лучшие сыворотки. Что это дает нам? Это дает нам возможность все самые его лучшие средства попробовать. Я вам гарантирую, что ни одну из этих сывороток вы не выбросите. Вы используете их все. Но одновременно вы сможете посмотреть, какая же из этих линий больше всего понравилась вашей коже. Здесь 4 очаровашки. Это сыворотка с ретинолом и с витаминами. 8 витаминов комплекс. Ретинол корейский, инновативный. Его можно использовать летом, его можно использовать утром. Он никаких дополнительных пасов руками к себе не требует. Никаких тотемов вам не надо ставить при его использовании. Это дружелюбный ретинол. И кто еще не смотрел мое видео о ретиноле, ретиноловый бунт, о том, что не нужен уже в 2022 году этот ретинол, за которым надо наблюдать, что он там делает с кожей, от которого надо облизать, от которого нужно наносить в темноте, глубокую зимою, сидя под одеялом, и для его использования переехать глубоко в Сибирь, таких ретинолов уже, скажем так, цивилизованное человечество не использует. Извиняюсь, если кого обидела. Великолепная ампула с ретинолом, которую можно проводить курсами летом, можно использовать ее на ежедневной основе, если ваша возрастная кожа этого хочет. Как говорится, только высокое небо является границей в вариантах использования этого средства. Это отличная сыворотка. Следующий малыш, малышонька такой сладкий, это эссенция с пептидами. Замечательная легкая сыворотка, в особенности на весну и на лето. Девушкам из жарких стран очень советую присмотреться. И следующие два братца, тунеядцы, но они на самом деле совершенно не тунеядцы, это абсолютно убойные средства. Это знаменитая секретная эссенция. Она выглядит как жиденькая водичка, несуразная. И обладает абсолютно убойной антивозрастной силой. Вот это любимое сочетание корейского люкса. Выглядит как водичка, а работает как жирный толстый крем. И коллега, тоже из секретной линии, и это уже полулечебный бальзам. Так что, если вы малявица, девчушка лет 35, то вот это смело берем себе, а эту сыворотку смело отдаем такой бабушке, как я, за 50 и дальше. Следующее средство. Оно сейчас дико блестит, но это потому, что я протерла его спиртом. Все баночки, которые у меня в активном использовании находятся, они без протирания спиртом предварительного на камеру, непоказабельные. И это, в принципе, средство для лица. Это гель с высоким, на мой взгляд, содержанием кислот. Кислоты не касаются моей кожи лица. Это для меня аксиомы. Но, как средство для тела, они меня очень устраивают. В преддверии лета. Я не знаю, как вы. Я за зиму, как не отскребаюсь, все равно похожу на змею к весне, которой не грех сменить кожу. И с помощью вот этого средства это можно сделать. Замечательно приводит в гладкий и не старушачий вид локти. Нашу не очень красивую возрастную область под коленками убирает с поверхности кожи пупырышки, грубые отмершие клеточки кожи. Это не тот, конечно, объем, который можно рекомендовать для тела на постоянной основе. Но вот именно для приведения себя в весенний гладкий вид это работает на коже тела великолепно. Следующее средство, точнее два средства. Они разные, но они про одно и то же. Это патчи для защиты от солнца области под глазами и не только. Это сейчас новый писк моды. Все началось с корейских игруней в гольф, которые вы хотели играть с наклейками под глазами, чтобы защитить от солнца эту нежную тонкую область. На самом деле это очень важно, особенно для возрастной кожи. И корейцы теперь выпускают патчи, которые защищают нашу кожу под глазами, когда мы находимся на открытом солнце. Пляж, купание, езда в открытом автомобиле, гольф, бег на улице. Любое времяпрепровождение активное. И эту область можно защитить. И такие патчи я с удовольствием использую во время прогулок. Они телесного цвета. И такие патчи всегда состоят из двух частей. Это тканевая основа, плюс гидрогель отлитый из активной антивозрастной сыворотки. Здесь пептидные составы, здесь все это еще и антивозрастное и замечательно работает. Что касается невидимости, ну конечно их видно. Издалека не видно, даже на каких-то селфи не видно. Но если вы подойдете вблизи к человеку, конечно видно, что у него есть наклейки на глазах. Но это, скажем так, маленькая стоимость за спасенные подглазья, которые вообще в нашем возрасте стареют в режиме год за пять. Вторые наклейки еще интереснее. Это антипигментационные наклейки. Кроме того, что они защищают кожу под глазами, они еще и защищают кожу на носу. Теперь нам на пляже не нужно сидеть с зеленым листиком, сорванным в ближайшие аллеи. Мы можем сидеть цивилизованно с патчами, что я и делаю. И эти патчи имеют антипигментационный состав. Тоже две половинки, тоже тканевая основа и тоже гидрогель, который от тепла кожи начинает в ней растворяться и напитывает ее всякими целебностями. Темные круги под глазами от пигментации летом у всех, конечно же, усиливаются. И такие патчи помогают этого избежать. Наносят их на тонер, либо на очищенную кожу. Я иногда на улице плюхаю их просто на все, что на лице есть и ничего. Еще одно средство, которое в этом месяце стало для меня совершенно незаменимым, это пенищиеся тканевые маски. Я думаю, что все девушки уже давно привыкли к пенищимся маскам тканевым. Это нечто, что надевается на кожу, поднимается огромный слой пены. И весь этот мой додыр снимается с лица, лицо вымывается, оно становится свежим и чистым. Но корейцам мало всего, мало того, что уже придумано. Нужно все время придумывать что-то новое. И сейчас практически все выходящие тканевые маски новые в Южной Корее имеют пропитку в виде газировки. Что это дает? Пенищиеся сыворотки в тканевой маске помогают средству не только делать легкий воздушный массаж, который никому, никаким самым чувствительным кожам не повредит. Это еще и возможность сделать такие сыворотки, которые глубоко проникают в нашу кожу. Сравнивать с обычными тканевыми масками, это сравнивать попу с пальцем. И заниматься мы этим не будем. Прелесть этих масок еще и в том, что их не нужно смывать. Наносим маску, она слегка пенится, через определенное время маска снимается, и мы втаптываем остатки сыворотки в кожу. Все, мы нанесли сыворотку, мы можем наносить эмульсию, крем и топать, куда шли. И я к этим маскам пристрастилась, прикипела. В апреле я сделала курс, здесь 10 масок, и я их провела курсом на ежедневной основе, 10 дней подряд. Кожа, я не знаю, как в салонах красоты все это время пролежала. Потрясающее средство, могу его только рекомендовать. Вот с такими фаворитами апреля я вас сегодня познакомлю. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно узнали и присмотрели для себя что-нибудь новое. Спасибо за ваше время и до следующего раза. Всем пока!